Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами тема весны. У меня настроение абсолютно весеннее. Несмотря на то, что прямо сейчас в Москве идет настоящий снегопад, я все время шучу в последние дни, что там в гидромедцентре совсем по с ума посходили, не контролируют погоду. Ну, в общем, как бы то ни было, весны уже очень хочется. Поскольку я резалась в марте, я знаю, что в это время бывает как солнечно, так еще и слякотно, по-разному. Но это все равно самое лучшее время для подготовки весенних гардеробов, сборов новых каких-то весенних луков, потому что весна всегда приходит, на самом деле, нежданно-негаданно. Вот буквально еще сегодня зима, а через два дня может быть очень даже тепло. Поэтому я приготовила для вас сегодня несколько идей весенних образов. Расскажу про классные комбинации, про цвета, ведь я уже такая тоже в весенних цветах. Про обувь расскажу и покажу варианты верхней одежды. И это будет не тренч. Мне кажется, это прям вообще топ-топ идея, что же носить на весну, но не тренч. Поэтому сегодня про это все расскажу. И если вы здесь впервые, обязательно не забудьте подписаться, потому что здесь на канале мы всегда обсуждаем моду, стиль, образ жизни, образ мысли. Уверена, вам это будет интересно. Поэтому обязательно подпишитесь и продолжайте смотреть. Начать хочу с благодарности за ваши комплименты. Под предыдущим видео вы мне отсыпали такую порцию щедрых комплиментов. На самом деле невероятно приятно. К тому же я знаю, что многие из вас смотрят меня еще с 2015 года. То есть мы уже давно друг друга знаем. И все равно я продолжаю получать от вас комплименты. В общем, вы у меня самая классная, самая лучшая аудитория. Конечно, я вижу, что иногда в комментариях пишут, что я бы должна снимать ролики про что-то другое. Подразумеваю, что мода и стиль это все несерьезно и никому не нужно. Но знаете, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что именно это больше всего мне и нужно. Я записываю этот ролик накануне своего дня рождения, 15 марта, мне исполняется 38. Выйдет он, наверное, сразу после. Поэтому будем считать, что мне уже 38. Так вот, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что именно внимание к себе является самым главным. Забота о своем душевном самочувствии, о своей внешности, о своей физической форме, о своем здоровье, о том, что меня наполняет, становится для меня все более и более важным. Я, например, за последние несколько месяцев вычистила вообще свои ленты во всех соцсетях, потому что мне важно, кого я смотрю, мне важно, какие энергии идут от человека, мне важно, что я испытываю после просмотра. Какую-то радость, новые какие-то идеи, не знаю, хорошее настроение или я испытываю какие-то другие неприятные чувства, опустошение, не знаю, там, раздражение. И я понимаю, что лично я больше не хочу тратить свое время вот на это. Поэтому все, что я стараюсь на своем канале делать, конечно, не всем близко, это понятно. Но мне кажется, что все те, кто давно меня смотрят и те, кто присоединяются сейчас, это как раз те люди, которым тоже важно наполнять себя, в том числе через одежду, в том числе через красоту, в том числе через какое-то хорошее, правильное общение. И я в этом году, в новом году своей жизни хочу еще больший акцент этому придать, то есть еще усилить это. Не просто я не откажусь от этого, как хотели бы люди в комментариях, а я еще усилю это. В прошлом году я создала закрытый клуб, который называется Dashboard. Dashboard в переводе с английского это панель управления. Мне очень нравится игра слов Dashboard, панель управления, ну и у меня школа Dash Style School. Короче говоря, слово Dash везде и там, и там есть, поэтому классные смыслы. Я люблю, когда так получается. Так вот, этот клуб в прошлом году прошел первый сезон, там было 100 человек. И для меня это такое, знаете, маленькое пространство, где можно было наполняться просто каждый день. Естественно, все это происходит в формате онлайн, потому что я знаю, что мы с вами все из разных городов, из разных стран. И вот это вот общение тех людей, которые тебе интересны, которые задевают какие-то струны твоей души, его хочется продолжать. И мне в том числе. Я в этом клубе, кстати, знаете, не вижу себя как эксперт, который чему-то обучает, а я как будто бы участник этого клуба, потому что я приглашаю туда тех экспертов, у которых я бы сама хотела взять консультацию. То есть я, получается, и как ведущая этого клуба, и как участник, что очень классно на самом деле. То есть формат очень расслабленный и комфортный. И вот сейчас мы запускаем второй сезон. На свой день рождения я открыла регистрацию второго сезона, и вас тоже хочу в этот клуб позвать. Кому он подойдет? Во-первых, тем, кто не хочет проходить какие-то курсы, где есть дедлайны, домашние задания, какие-то обязательства и так далее. Потому что формат клуба совершенно другой. Это формат, где вы ничего не должны. То есть вы можете быть активным участником, что-то писать, комментировать. Вы можете просто смотреть, как, не знаю, сериал. Каждый день мы публикуем там разные материалы. Все проходит в Телеграме. Поэтому, знаете, как обычно бывает, я утром просыпаюсь, смотрю, что написали девчонки, и многие тоже так же делают. До завтрака можно посмотреть, можно посмотреть в транспорте, в обеденный перерыв, вечером, когда пришла с работы, хочется просто что-то приятное для себя, приятное и полезное взять. И в клубе как раз это удается. То есть там нет заданий, то есть там нет каких-то дедлайнов и заданий, но там очень много, что можно взять для себя, причем вот сразу в эту же минуту, в свою же жизнь. Поэтому, если для вас это сейчас тоже фокус внимания, наполнять себя осознанно, наполнять себя правильной информацией, правильным окружением, красотой, модой, стилем, хорошим настроением, то я вас с большим удовольствием приглашаю. Как обычно все проходит? Один раз в день выходит материал. Это может быть подборка каких-то моих рекомендаций. Это может быть прямой эфир с экспертом. В прошлом году, кстати, у нас были эксперты не только по моде и стилю. Самое интересное, что я недавно девочек спрашивала, больше всего всем запомнился кулинарный эфир, где мы готовили еду в прямом эфире. Она тоже была очень стильная и красивая. Делали сервировку. Я думаю, что обязательно в этот раз тоже повторим. То есть у нас есть разные эксперты и по внешности, по уходу за собой, по макияжу, по волосам. В этот раз я хочу еще немного физической подготовки добавить, потому что это будет клуб, посвященный подготовке к лету. Кроме того, там же в клубе мы делаем разборы ваших образов, поскольку это закрытое пространство, не публичное. Я даю очень конкретные рекомендации. И участникам как раз это и нравится, что, по сути, это такой формат личной консультации, личной встречи. Причем это может быть и в письменном виде, я могу что-то быстро наговорить, чтобы было понятнее. То есть контакт очень близкий, и это классно. И поскольку это будет сезон, посвященный подготовке к лету, мы с командой будем делать очень классную вещь по трендам 23-го года. Обычно я делаю вебинар по трендам или ролик по трендам. Но в этот раз мне хочется вот весь сезон клуба, это будет один месяц, посвятить разбору трендов. Поскольку трендов сейчас такое количество, я знаю, что многие в них путаются. И часто даже, знаете, я вижу какую-то агрессию в соцсетях, типа, о, какая некрасивая мода. На самом деле мода такая разная, ее так много. Вы можете выбирать, какая подходит вам, какая нет. То есть не значит, что вы должны все тренды надеть на себя, да. Но вы можете выбрать, что вам нравится, и из этого что-то взять для себя. Это так классно. Поэтому мы будем целый месяц разбирать разные показы. И мы будем вам показывать, как мы смотрим, наша команда смотрит на эти показы, да. То есть мы не просто листаем картинки и говорим, красиво-некрасиво, красиво-некрасиво, стильно-нестильно. А мы видим детали. И я буду делать вот... И в этот раз разбор трендов будет не в формате вебинара или видео, а именно в формате вот такого клуба. То есть мы будем каждый день давать небольшой кусочек информации, который вы сможете сразу использовать. Короче говоря, я вас с большим удовольствием еще раз приглашаю в клуб. Думаю, что после весеннего сезона, наверное, следующий уже будет только осенним, поэтому обязательно приходите. Стоимость этого клуба абсолютно символическая, но все, что мы там получаем, мне кажется, стоит гораздо вообще дороже, потому что количество экспертов, которые там, количество советов, которые там будут и по макияжу, и по внешности, и по наполнению. Мы делаем в том числе разные психологические практики и упражнения для того, чтобы себя чувствовать каждый день хорошо. Внизу под этим видео я оставляю вам ссылку на свой закрытый клуб и жду вас с нетерпением там. Начало у нас 25 марта, поэтому прямо сейчас переходите по ссылочке и присоединяйтесь. Ну что, переходим к весенним образом, и первая идея, которую я хочу вам предложить, это цвет. Я, как видите, уже интегрировала немного цвета в свой весенний гардероб. На самом деле, это абсолютно психологичная история, что весной нам всем хочется цвета в гардеробе, потому что мы устали от серости, устали от зимы, и нужно каким-то образом встряхнуться, вдохновиться, наполниться, и через цвет это сделать легко, потому что цвет это всегда эмоция. Вот я добавила такой салатовый свитшот, это бренд Sporty & Rich, но я напишу вам внизу в описании этого видео. Такой салатовый, салатовый красавчик. А вам хочу предложить вот такую идею. Кто-то на меня смотрит, я думаю, что вы знаете, что я фанат голубых рубашек. Почему? Потому что голубая рубашка, с одной стороны, она спокойная и легко вписывается в гардероб, а с другой стороны, этот цвет. То есть, если вот такой зеленый, как мой свитшот, это такая тема рисковая, надо разбираться в цветотипах, цветах, да, если вы, например, не обучались этому, можно попасть в просак и сделать что-то не то. А вот с голубым такого быть просто не может, потому что голубой абсолютно универсальный цвет и подходит всем. И он легко сочетается с любой другой одеждой. Ну вот просто для примера вам прикладываю разные цвета, и голубой прям супер классно смотрится. Плюс я нашла офигенный оттенок голубого. Я надеюсь, что экран передаст этот красивый цвет. Он такой насыщенный, голубой, не бледный, то есть он будет к лицу тоже давать правильный оттенок, будет освежать, а не бледнить, и это очень здорово. Это один из любимых моих брендов Nice One. Российский бренд, который делает очень хорошую, качественную базовую одежду. И эта рубашка, конечно, заслуживает внимания. Смотрите, у нее объемный такой рукав, вообще мужской крой, да, и здесь очень красивые вот такие защипы на рукаве, видите? И плюс очень важно, что здесь широкие манжеты. Помните, я рассказывала в своих предыдущих видео, что широкие манжеты, это сейчас очень важно для актуального кроя рубашки. Естественно, что рубашка не является каким-то модным трендом. Нельзя сказать, что рубашка в тренде, это все равно, что сказать, что сейчас, там, не знаю, шапки в тренде, да, майки в тренде. Это просто элемент одежды, который мы носим. Но рубашка может выглядеть современно, а может не современно. И вот современная рубашка, она как раз с широкими манжетами, с хорошим правильным воротником, и важно, чтобы она была с хорошей плотной тканью. Но в данном случае просто идеальный абсолютно вариант. Как ее носим? Ее можно носить самостоятельно, просто как обычную рубашку, заправляя, например, ее вовнутрь. Можно надеть как второй слой, я сейчас примерю покажу вам, а можно надеть как средний слой. То есть вы надеваете, например, футболку или водолазку, вот такую рубашку, и сверху еще что-то, например, у вас может быть пиджак или, не знаю, там, тренч тот же самый. То есть, короче говоря, рубашка абсолютно идеальная для того, чтобы освежить свой гардероб. Но, знаете, сделать это безболезненно, чтобы не добавлять лишнего цвета, который потом вы просто не будете носить. Поверьте мне, далеко не все могут носить фуксию, не знаю, яркий желтый, еще какие-то другие оттенки. А вот такой цвет, он просто идеальный. Идем дальше, и следующий лук будет построен вот на таких брюках, серых, с защипами. На первый взгляд, вам может показаться, что это какие-то обычные брюки, и почему я их рекомендую в весенний гардероб. Но я вам сейчас покажу стилизацию, и я уверена, вам понравится. Я предлагаю такие широкие мужские брюки надеть с объемной футболкой, тоже такой мужской, и добавить модную пару кед. У меня вот такие вот кеды, это Adidas Gazelle. Они в этом сезоне очень популярны и очень модны, поэтому, если вы хотите их носить, лучше это сделать сейчас, пока они не вышли из моды. То есть, они точно не будут вечными, но они очень классные и хорошо работают. Мне нравится как раз сочетать, например, вот эти вот кеды с мужскими вот такими брюками. Важно, чтобы брюки были струящимися, чтобы они не были жесткими. И вот эти брюки, они в этом смысле абсолютно идеальны. То есть, в чем плюс таких брюк? Вы сможете их надеть как с кроссовками на плоском ходу и бодрым, уверенным шагом отправить по своим делам, так и, например, их можно надеть с каблуком или казаками на какие-то более официальные мероприятия. Плюс мне нравится оттенок такой темно-серый, такой типа графит. Гораздо больше, чем черный, к примеру, потому что он не такой плотный и густой. То есть, для весны это гораздо лучший вариант. И здесь вот на этих брюках есть такая фишка. Сейчас я вам покажу, смотрите. У них регулируется пояс. Видите, здесь две пуговки. И я сначала эту идею не сразу раскусила, потом, когда поняла, просто была в восторге. У меня двое детей, и на детских брюках часто бывают такие резиночки, знаете, изнутри, чтобы регулировать по талии. Для женщин такого варианта не существовало. Делали только, например, брюки сзади на резинке. Это тоже вариант, да, чтобы по талии можно было регулировать. Но не всегда резинка смотрится хорошо и уместно в образах. А вот эта идея просто идеальна. То есть, здесь так же, как на детских брюках, переставляется пуговка. Сейчас я вам покажу, как это делается. Переставляется пуговка, и таким образом брюки еще лучше садятся по талии. Это абсолютно идеальное решение. Добавляется дополнительный элемент красивый, и плюс лучшая посадка. Поэтому этим брюкам просто твердая, не знаю, десятка. По пятибалльной системе десятка. И обязательно к покупке, я считаю, на эту весну. Это тоже Nice One. Ссылочку на них и на рубашку обязательно оставлю внизу в описании этого видео, чтобы вы отхватили себе хорошие вещи на эту весну. Следующий лук у нас будет с вами на основе костюмной группы. Будем говорить профессиональным языком. У меня вот такой красивый костюм. Тоже постаралась для вас найти очень вкусный цвет. Смотрите, с одной стороны он такой классный, фисташковый. Сейчас вот, смотрите, как красиво смотрится. А с другой стороны он спокойный, легко будет с другими цветами тоже сочетаться. Как вы уже поняли, для меня это очень важно, чтобы вещи хорошо сочетались с другими. Потому что, несмотря на то, что этот свитшот, конечно, супер, не знаю, такой приятный, да, и хочется на него смотреть, далеко не со всеми вещами его можно надеть. А вот такой, конечно, цвет просто идеально будет сочетаться. Это костюм. Здесь брюки, вот такие же, как серые, я вам показывала. И пиджак. Очень нравится, как здесь пуговицы выполнены, ну, в общем, все детали. Он такой с мужского плеча. И очень важно для меня в таких пиджаках, которые с мужского плеча, чтобы плечо было не слишком жестким. Вот в данном случае, посмотрите, оно чуть-чуть вот так опускается, да, за счет мягкости самого подплечника. И это будет смотреться как раз красиво. То есть, плечевая зона расширена. Она не стоит вот так вот колом, как бурка, вот мне муж подсказывает. А она вот так спускается, смотрится очень красиво, эстетично и модно-стильно. Поэтому, если вы любите костюмы, на весну однозначно рекомендую такой мужского кроя, мужского силуэта. И такой мягкий, струящийся. В данном случае и пиджак такой получается, видите, достаточно мягкий, да, и брюки. И это классно выглядит. И к этому костюму я предлагаю добавить украшение для того, чтобы его немножечко сделать более таким праздничным и нарядным, но в хорошем смысле этого слова. То есть, наша задача его оставить таким повседневным, будничным, казуальным, но сделать чуть-чуть более презентабельным. Сейчас покажу вам классные украшения, которые будут идеально смотреться в комплекте. Во-первых, это вот такая вот цепочка. Сейчас, она уже на мне, потому что я в нее просто влюбилась. Посмотрите, она такая как жидкое золото. Я в последнее время просто фанат таких цепочек. В прошлом году тоже с удовольствием носила и сейчас. Мне кажется, это выглядит очень женственно, сексуально в хорошем смысле этого слова и дорого. Красиво так всегда такая цепочка ложится на ключице, смотрите. Сейчас, когда я примерю с костюмом, вы увидите, как она тоже там будет красиво ложиться. Давайте я вам поближе покажу и свои серьги, и цепочку, и еще другие украшения, которые я для вас приготовила. Вот смотрите, эта цепочка смотрится вообще обалденно, да? Как такая змейка, очень люблю. И причем мне нравится, как это выглядит и с футболками, и с какими-то более уже элегантными вещами. В любом случае хорошо. В комплект предлагаю взять вот такие вот серьги. Это все один и тот же бренд, вот этот тотем. Серьги акцентные. У меня вот одна такая, видите, здесь витиеватая, а вторая такая более крупная, но в то же время тоже базовая. Я очень люблю такие украшения, которые являются базовыми, но при этом завершают образ. То есть они не выглядят незаметными, они выглядят заметными, но классно вписываются. Смотрите, я вот даже сейчас наделала со свитшотом, да, и это хорошо выглядит, очень классно сочетается. То есть такие украшения у вас будут сочетаться и со спортивной одеждой, спортивными костюмами, которыми сейчас все носим. И будет сочетаться с чем-то более там официальным, например, с костюмами, или с чем-то более нарядным, с какими-то платьями. В этом смысле абсолютно идеальное решение. И еще хочу вам показать вот такую цепочку, у них есть и цепочка, и браслет вот с таким плетением. Посмотрите, как красиво выглядит, очень эстетично, очень, я считаю, элегантно. И можно даже замиксовать вот так одновременно две цепочки надеть, поскольку здесь длинные вот эти звенья, можно по длине их отрегулировать. Например, эту цепочку сделать длиннее, а это надеть как чокер. Я, собственно, сейчас с костюмом вам покажу, как это работает. Ну и браслет в комплекте тоже очень красивый. У меня на этот бренд Totem есть свой промокод. Я вот здесь вот вам его напишу. Он дает скидку на 10%, и внизу в описании этого видео, конечно, оставлю ссылки на все те украшения, которые я сегодня показала. Обязательно воспользуйтесь. Ну и теперь давайте про верхнюю одежду. Сегодня не буду рассказывать про тренчи. Расскажу вам про бомберы. Бомберы очень модные этой весной. Ну, они в прошлом году уже были, но никуда не делись. Поэтому покажу вам два образа с бомбером. Один будет с юбкой, а другой с джинсами, как более такой понятный. Первый бомбер у меня вот такой вот кожаный, из эко-кожи. Очень красивый, тоже такого фисташкового цвета. А я покажу, как я его сочетаю с юбкой. Поскольку в нем есть такое что-то от стиля милитари, да, в этом бомбере, я юбку тоже возьму такую, которая хорошо сочетается со стилем милитари. А поэтому у нас будет такой классный, немножко дерзкий образ. Надеюсь, вам понравится. Мне, кстати, очень нравится в этом бомбере, что он не смотрится очень большим. Бомберы, конечно, всегда увеличивают. Не нужно ждать, что он будет вас стройнить. Но если вам нравится такая идея, как альтернатива надоевшему уже, там, не знаю, пальто, тренчам, косухам, то бомбер классное решение. Вот мне нравится, что этот бомбер, он не слишком огромный. Вот это размер М, да, и он смотрится так средней, средней огромности. И именно поэтому его можно сочетать как с юбками, так и с брюками, с платьями какие-то летящими, там, не знаю, весной, если вы захотите принты какие-то носить. Тоже такой бомбер будет классно. Плюс эко-кожа. Кожа, в которой сезон уже очень актуальна, опять же, не продувается. То есть и практично, и красиво во всех смыслах прекрасная вещь. А второй бомбер у меня такой коричневый, очень красивого шоколадного оттенка, темный такой. Он из другого материала выполнен, но материал тоже очень благородный, такой, не блестящий, что мне очень нравится. Сейчас я вам покажу идею с брюками, как носить. Я внутрь надену вот такой вот джемпер, тоже коричневый, то есть у меня будет шоколад с шоколадом. Мне нравятся иногда такие решения делать, когда на контрасте, когда примерно все в одной гамме. И добавлю сюда немножко ярких акцентов. Ну, сейчас вы увидите, все, смотрите. Ссылки на все вещи, как обычно, будут в описании этого видео. Напишите мне, какая идея вам понравилась больше всего. И, конечно же, напоминаю вам о том, что у нас идет регистрация в клуб, куда я вас с нетерпением, где я вас с нетерпением жду и куда я вас с удовольствием приглашаю. Я не устаю вообще говорить, мне кажется, про клуб, именно потому, что это формат такого, знаете, правильного женского общения. Вот все мы с вами знаем, что с подружкой можно хорошо посидеть и обсудить, я не знаю, там, мужиков, какие-то несправедливые жизненные ситуации. Но я тысячу раз убеждалась, что вот этот формат общения, он наоборот обесточивает. То есть, когда мы сидим такие за бутылочкой венца или там чего-то у нас бывает и обсуждаем, как несправедлив мир, как несправедливы мужчины или что-то подобное, никогда это не принесет вам наполнение, никогда это не принесет вам хороших эмоций. И поэтому мне так дорог клуб, который я делаю, потому что я хочу, чтобы там была нужная для наполнения атмосфера, нужная для наполнения темы, нужная для наполнения люди, чтобы не было желания сливать негатив, а было только желание делиться чем-то хорошим, радостным, наполняющим, красивым, стильным, модным и так далее. Поэтому я вас с нетерпением жду. Попробуйте как альтернативу привычному какому-то способу общения. Буду вас ждать. Ссылочка внизу и увидимся в следующем видео.